Сегодня мы готовим стейк с триплоин. Для этого нам понадобится соль, перец, приправа по вкусу, подсолнечное или оливковое масло, сливочное масло, чеснок и розмарин. Прежде чем мы приступим к готовке, нам необходимо предварительно достать стейк из холодильника. Первым делом мы должны просушить стейк от лишней влаги бумажным полотенцем. Важно ни в коем случае не мыть мясо. Затем смажем стейк маслом. Солим, перчим. Повторяем процедуру с обратной стороны. Оставляем на 20-30 минут, чтобы температура мяса стала близкой к комнатной температуре. Это время вы можете посвятить подготовке гарнира или салата. Выкладываем стейк на разогретую сковороду и прожариваем с каждой стороны по 2-3 минуты, в зависимости от желаемой прожарки и толщины стейка. Желательно использовать чугунную или гриль сковороду. Приступая к приготовлению, убедитесь, что поверхность максимально нагрета. Так как мы уже смазали стейк маслом, дополнительно использовать масло нет необходимости. Добавляем сливочное масло, чеснок, розмарин. обильно поливаем смесью. В данном случае мы готовим прожарку медиум. Достаем стейк со сковороды и даем ему отдохнуть 3-5 минут. Заворачиваю его в фольгу, чтобы температура и соки равномерно распределились по стейку. В это время можно сервировать нашу тарелку. Стейк Стриплоин, он же Стейк Нью-Йорк, вырезается из поистичной части бычка. Характерной чертой этого отруба является наличие жировой прослойки вдоль всего стейка. Стриплоин, несмотря на свою достаточно невысокую стоимость, считается премиальным стейком. Данный отруб компании Газбиф взрывается на протяжении 21 дня в вакуумной упаковке, что позволяет достичь дополнительной сочности. Это был рецепт стейка Стриплоин. Готовьте мясо вместе с Казбиф.